Супер Конкуайра 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 И прошу заметить, что 10, это с учетом того, что пушка гнется, ну вот в такой вот прямой проекции, просто опускается вниз. У ВК же ее минус 10, это не здесь, это когда вы башню склоняете на сторону, вот сюда вот, ну и соответственно можете отбрасывать существенно ниже. В такой же прямой проекции я бы сказал, что углы склонения практически никудышные, отыгрывается очень сложно. Теперь давайте будем говорить по броне и по играбельности брони. Мне по ощущениям ВК в этом отношении нравится гораздо больше и показывает себя как более живучая машина. Благодаря вот этой вот скошенной башне, благодаря броне вот здесь вот везде, я бы сказал, что приведенка работает гораздо лучше, чем у супер коня. Супер коня безусловно благодаря вот этим вот, господи, экранам выцелить сложнее серую зону, потому что кажется, что ты экран пробиваешь, но не факт, что ты пробиваешь саму башню. Здесь тоже как бы слизана башня, довольно таки прикольно, но почему-то конкретно в бою его в башню прошивают гораздо круче, чем ВКшку, если вы правильно не играете, а именно ставите башню вот так вот к врагу, а корпус немножко поворачиваете. И круче всего отыгрывать на ВКшечке где-нибудь из-за укрытий в виде домов, когда вы назад вот так вот полромбом сдаете, пушка сюда, или соответственно откидываете, ну либо соответственно в обратную сторону. Короче говоря, ребят, ромбует ВК гораздо лучше. И скажу вам откровенно, параллельно запрыгивая в бой на Супер Конкуайре, что ВКшка в моих конкретно руках, а у меня, ребят, среднестатистические руки, я обычный танкист, не скилловый игрок, у меня нет 70% побед, ВКшка в моих руках это гораздо более живучая машина, чем Супер Конкуайр. И средний урон, который получается наносить, мне, честно говоря, как-то легче дается именно на ВКшечке, потому что легче пережить процесс перезарядки, процесс сведения, выцеливания серых зон и так далее. Что же касается в целом играбельности самой машины. Машина очень классная, но, как я обратил внимание по нескольким десяткам боев, которые отыграл на данной машине, машинка абсолютно не предназначена. Блин, я запрыгнул в гравитацию. Ну ладно, сейчас отыграю эту катку, а там дальше посмотрим в нормальном человеческом, как говорится, бою. Короче говоря, ребят, скажу вам так, отыгрывать на ВКшке гораздо приятнее в отношении того, что она более живучая и на ней можно реально держать направление. У меня были такие случаи, когда я один против четверых противников становился и тупо стоял, рамбуя, сдерживая товарищей, пока мои ребята из команды разбирали других противников. На Супер Коне вы себе этого не всегда позволить сможете. Вам надо будет искать, ну прям совсем-совсем подходящее место для этого. Прятать нижний бронелист, скрываться где-то за укрытиями и так далее. Да, у ВКшки тоже нижний бронелист не подарок, но, ребят, все-таки не настолько, как у Супер Коня. Супер Коня все-таки разбирают гораздо быстрее, если его, допустим, окружили. У меня были случаи, когда меня на ВКшечке окружали несколько соперников, и для них реально была проблема, когда я при этом пытался вертеться, меня разобрать. Меня даже в корму не всегда пробивают на ВК, и это крайне-крайне приятно. Эта живучесть, она позволяет реально долго продержаться, ну и, соответственно, сделать свой определенный вклад в победу. Что же касается Супер Коня, вот как только вас начинают где-то полубортом начинать разбирать, или, если не дай божечка, к вам заехали в корму, то, в принципе, ребят, вы можете только начинать молиться, что вас не настолько быстро разберут, как хотелось бы соперникам. Что же касается времени перезарядки, да, безусловно, время перезарядки у ВКшки немножечко хуже, чем у Супер Коня. Это чувствуется в игре, вопросов нет. Но в то же время Супер Конь, помимо прелести времени перезарядки, он имеет все-таки меньше альфу. И, хоть я и люблю машины, которые накидывают чаще, пускай меньше, в случае с этими двумя машинами, ну, я бы сказал, что если бы сюда добавили на Супер Коня хотя бы, ну, 30 единиц альфы, это было бы очень приятно. Вот теперь давайте посмотрим по броне, смотрите. Никогда, никогда не видел, чтобы с легкостью пробивали ВКшку в верхний бронелист. Супер Коня прошивают. Что касается, видите, ну вот, маска орудия, вот, пробита и экраны пробиты. Поэтому, ребят, скажу так, отыгрывать на Супер Коне, безусловно, необходимо гораздо, гораздо аккуратнее, чем на ВКшечке. Я накидал сейчас 4240 единиц урона. Я, ну, не знаю, можно ли заценивать игру в гравитации и бой в гравитации как достойное показательное сражение для того, чтобы заценить саму машину. Поэтому забрасываемся в обычный нормальный бой. Простите, пожалуйста, что пришлось на гравитацию вам немножко посмотреть. Я сделал это случайно, потому что последнее время играл в гравитации и пытался ощутить процесс игры, так сказать, в этом режиме. Не сильно он мне заходит, хотя что-то прикольное, интересное в нем есть. В частности, если вам нужны быстрые, как я говорю, скоропостижные бои. Ну, соответственно, гравитация вам дает такую возможность. Бои там проходят гораздо, гораздо быстрее. Соответственно, если у вас есть какая-то БЗшечка, допустим, на количество побед, а время ограничено, то, соответственно, лучше сыграть большее количество боев в гравитации и повысить свои шансы, таким образом, на достижение какого-то определенного количества тех же самых побед, ну, либо тех же самых фрагов. Итак, что касается подвижности по Супер Коню. Буду говорить сейчас об этом, потому что в предыдущей катке, сами понимаете, заценить было сложно. В целом, для тяжелого танка едет он вполне себе даже достойно. Мне крайне приятно на нем передвигаться, я не ощущаю какой-то унылости. И в отношении передвижения ВКшечка все-таки, ну, существенно медлительней. Ну, прям вот совсем-совсем не скажу, но ощущение определенное есть того, что ты едешь не настолько быстро, как тебе хотелось бы. Я сейчас попытаюсь подъехать, отыграть от башни. Не знаю, насколько хорошо у меня сейчас это получится. Главное, чтобы меня сейчас в борт еще не начали разбирать. Опять-таки, конкретно на этой машине борта это слабое место. Вот когда отыгрываешь от башни, в целом, ну, сейчас, правда, прилетело мне в маску орудия, сложно сказать, что прям имбовая броня. Но отыгрывая от башни, ты ощущаешь себя как-то более сухо и комфортно. Я не могу назвать это другими словами. Так, ну что там, давай, братка, вылазь. Дай мне кинуть тебе хоть какой-нибудь урончик, потому что предыдущий шотик не залетел в тебя абсолютно. А мне бы хотелось все-таки начинать делать что-нибудь годное в этом бою. Так, братцы, возвращаемся к экшен-иксу и к ощущениям от игры на данной машине. Я не могу сказать, что он прям намного круче того же ВК, но в чем-то он, безусловно, его превосходит. Кто-то спросит, так что же все-таки брать, ВК или супер-коня, потому что ценник, как правило, на эти две машины одинаковый. И, соответственно, если эти обе машинки будут на новогоднем аукционе, то у ребят станет вопрос, так на что же все-таки тратить свою кровную голду. Ребят, точного ответа на данный вопрос вы не найдете. И я думаю, что вам необходимо сразу плюнуть в глаз или в монитор, если кто-то вам на каком-то обзоре четко скажет, какая машина лучше, а какая машина хуже. И сейчас объясню почему. Дело в том, что все зависит от того, чего вы хотите получить от машины. Если вы хотите получить, безусловную, живучесть в бою, но не то чтобы прям совсем неубиваемую машину, но такую машину, которая собой представляет довольно серьезное препятствие для ваших соперников на направлении, которое вы держите, вам, безусловно, необходимо выбирать ВК. Если вы не супер, там, подкованный танкист, то, ну, особенно если вы начинающий, то, безусловно, вам необходимо обратить внимание именно на ВКшечку, потому что ВКшка, в отличие от Суперконя, она умеет прощать. Она умеет прощать вашу тупость, вашу глупость, если вы что-то учудили в бою. Ну, допустим, вы ехали куда-то, ну, прям совсем опрометчиво. Если вы повернулись бортом к кому-нибудь, ну, и если вы не совсем умеете ромбовать, танковать и так далее, Суперконь этого вам однозначно не позволит. Если же вы хотите, вот, вернемся к броне, почему я говорю, что не позволит, потому что, смотрите, башня пробилась, в маску орудия пробили, с ВКшкой такого не случается однозначно, ну, нижний бронелист мы не берем. Борта, понятное дело, картонные. Если прям бортом стоять, и мне в борт залетало, по моей же глупости я не успел проскочить, Короче говоря, ребят, ВКшечка в этом отношении, безусловно, безусловно, преобладает над Суперконем. Но, в то же время, если вы готовы с терпимостью относиться к меньшей бронированности, чем могло бы быть, если вы хотите чаще стрелять и наносить вполне-таки себе достойный урон в 400 единиц, тогда вам, безусловно, необходимо рассмотреть Суперконкуайр. Суперконкуайр, он предлагает вам более веселый геймплей. ВКшка более, такая, знаете, спокойная, монотонная машина, которой вы медленно, но уверенно продавливаете какое-то направление, продавливаете какой-то фланг. Суперконкуайр, он позволяет вам быстро, ну, как для ТТ, быстро перемещаться по карте, менять направление, ну и, соответственно, быть полезным там, где вы действительно нужны. Если, допустим, сейчас в игре будет необходимость быстро перекинуться на обратную сторону карты, потому что здесь мы, допустим, всех уже продавили, и необходимо поехать добирать или разбирать товарищей на другом конце карты, то у вас это будет получаться именно на Суперконе. На ВКшечке вам все-таки придется чутка подольше ехать, помедленней, поуверенней, так сказать, подвигаться к соперникам, ну и, соответственно, не всегда вы будете успевать туда, где вы действительно нужны прям в эту секунду боя. Так, я сейчас попытаюсь чего-то сделать, но что-то мне подсказывает, что особо годного сейчас ничего не получится. Наши ребята не сильно сейчас нормально заехали, стали там в низинке, вообще, честно говоря, туда в низинку спускаться. Это изначальное самоубийство. Впрочем, подождать, пока ребята-соперники туда подтянутся, ну и, соответственно, тогда уже давить их в низинке, а не стоять и выдерживать, пока будут давить вас. Вот, как видите, если играть исключительно от башни, то суперконь показывает себя очень достойно. Но не могу сказать, что ВК этого не делает. Поэтому здесь я бы сказал, что очень-очень все похоже в отношении игры, если играть именно от башни. Ну, а что касается игры от корпуса, как я уже говорил, безусловно, ВК-шка, ну, куда поприятней будет. Так, давай, брат, покажи мне. Видите, не хватает мне все-таки, хоть и минус 10, но углов склонения мне прям существенно не хватает. Так, браток с ноготок, да, я в тебя шот, но нет, не успел. И вот теперь, ребят, то, о чем я говорил. Сейчас необходима подвижность для того, чтобы одним из первых подъехать к этим товарищам, ну и, соответственно, кинуть по ним урона для того, чтобы себе побольше заработать опыта, ну и, соответственно, серебрушки тоже побольше получить по результатам боя. В любом случае, здесь будет победа однозначная. Теперь возникает вопрос, кто первым набросает урона. Вот поверьте, на ВК настолько быстро подвигаться к соперникам вы не сможете. Странно, сейчас вроде бы в серое бросал, все равно прилетело в красную зону. Ну да ладно, в любом случае подвижность я вам показал, а этого, в принципе, я и хотел добиться. Итак, ребят, давайте теперь посмотрим по результатам боя. Это была победа, особо много урона я не набросал. На этой машинке можно набрасывать существенно больше. 2500 урона вообще как бы не проблема, но я свои видео не режу на куски, не показываю машину прям во всей ее красе, показываю машину такой, какая она есть на самом деле. Я в нашей команде по урону на предпоследнем месте. Давайте сделаем еще одну каточку для того, чтобы закрепить результат. Только теперь уже я попытаюсь не разговаривать, а исключительно сосредоточиться на бою. Не знаю, получится у меня это или не получится. Как я уже сказал, я свои видео не нарезаю. Я не снимаю 10, 20, 30 видосов, не вырезаю самые клевые жирные моменты и не рассказываю, что вот так машинка будет играться в ваших руках всегда. Я за честность обзоров, и это самый, что ни на есть честный обзор на Super Conquire. Ну а если вы за честные обзоры, то по желтому шильдику в правом нижнем углу подписывайтесь на мой канал. Ну и, соответственно, смотрите дальше. Все новое, новое, честное, исключительно, ребят, честные обзоры на технику и товары в магазине. Я никогда вам не посоветую потратить вашу кровную голдишку на то, что может вас в будущем расстроить. Я на эти грабли наступал, слушал именитых ютюберов, которые обалденно играют, ребята, выкатывают машину, показывают суперрезультаты или нарезают красивые видосы, в которых машина едет, всех разрывает, всех нагибает, наводит шороху в бою. Ну а потом, когда я покупал себе эту машину, то в моих средних руках машина играла совсем другими красками, ну а иногда даже просто черно-белым фоном. Поэтому, ребятки, подписывайтесь на канал, я буду всегда вам рад и отблагодарю вас исключительно честными обзорщиками. Это я вам точно обещаю. Ну что, теперь поехали воевать и посмотрим, на что машинка годная, если я не буду постоянно разговаривать. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Играет музыка Бой закончился поражением, но я сделал для победы абсолютно все, что смог 2273 единицы урона Многие спросят, почему я поначалу отстаивался По одной простой причине, потому что наражен на данной машине лезть как бы, ну, не сильно позитивно Но, ребят, поражение не потому, что я конкретно плохо отыграл Как вы видите, ФВ, допустим, довольно неплохо отыграл 4000 урона нанес, а вот все остальные ребята, ну, крайне-крайне скудненько сделали вклад в победу Особенно двое нижних товарищей Ну, как отыграли, так отыграли, я никого не осуждаю Ну и, соответственно, не вправе кого-то винить в поражении Просто констатирую факт Что касается фарма Машина однозначно не фармищая, не для фарма предназначенная Даже за жирные классные бои большого количества серебра вы на ней поднимать не будете Это все-таки машина коллекционная И коэффициент фарма у нее не сильно высок Все-таки премщики, безусловно, фармят получше Ну и, ребят, будем говорить откровенно, не все машины стоит покупать ради того, чтобы на них фармить Я могу сказать от себя только одно Вне зависимости от того, насколько Удачным или неудачным был бой на Супер Конкуайре Я конкретно на нем удовольствие однозначно получаю Потому что игра на нем существенно отличается по геймплею от, допустим, того же самого ВК-90.01 И клинок, он, безусловно, преобладает по броне Безусловно, преобладает по живучести в бою И я однозначно рекомендую именно его рассматривать В выборе между ВК и Супер Конкуайром Для тех ребят, которые новички в игре И для тех ребят, которым нужна машина Которая, как я уже говорил, будет прощать вам ваши ошибки в бою Супер Конкуайр, он все-таки этих ошибок не прощает Ну и, ребят, что же касается того, что из этого выбирать Вам необходимо все-таки самим подумать Какая машина в ваших руках будет поинтереснее играться И насколько вы умелый игрок Для того, чтобы это сделать Посмотрите обзорчик на моем канале на ВК-шечку Ну и, соответственно, зацените Супер Конкуайром Вот еще одна ссылочка на видео Там, где я его катаю Возможно, это даст вам Ну, возможностью, простите за тавтологию Принять грамотное, правильное решение На что потратить приблизительно 20 тысяч золота А именно столько стоят обе эти машинки Когда выставляются на продажу На данный момент, ребятки, у меня абсолютно-таки все Я еще буду дальше катать Я буду сравнивать Супер Конкуайра еще с Чифтейном Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал Не пропускайте новые видео Всегда вам буду рад Ну и благодарен за вашу подписочку Всех благ, всего хорошего вам мира Ну и главное, ребят, главное, обязательно спокойствие Пока-пока